Всем привет! С вами инженер-электрик Якимов Игорь. Я недавно опубликовал на канале два видео, где рассматривал схемы подключения проходных выключателей. Ко мне обратились зрители с просьбой снять обзорное видео по самим проходным выключателям, чтобы понять, как они работают. Для этого я создал этот ролик. В конце разберу стандартную схему подключения проходных выключателей, а также где они применяются и почему их использовать выгоднее, чем электронные аналоги управления светом. Ссылки на другие выпущенные ролики про проходные выключатели вы можете найти в описании, а также подпишитесь на канал, чтобы получать ролики по другим тонкостям электрики. Проходной выключатель сам по себе является переключателем. Он в зависимости от положения клавиши замыкает центральный контакт с одним из двух боковых контактов. Это позволяет реализовывать более сложные схемы управления электрическими приборами. На слайде показана работа проходного выключателя с двумя лампами. В одном положении центральный контакт замкнут с боковым контактом 1. Фаза подается на синий провод. Ток протекает по цепи. Фаза, проходной выключатель, лампа 1 и нулевой провод. Лампа 1 загорается. Лампа 2 не горит, так как на нее фаза не подается. Теперь переключим проходной выключатель. Теперь фаза подается на зеленый провод. Ток проходит через лампу 2 и она загорается. Особенность работы проходного выключателя в том, что он именно переключает контакты. То есть у нас работает или лампа 1 или лампа 2. Чтобы выключить обе лампы, то нам нужно использовать дополнительный выключатель. Существуют переключатели со средним положением контакта, где все контакты разомкнуты. Но среди проходных выключателей я такого не встречал. Чаще всего проходные выключатели применяются парами для управления освещением с двух мест. Если вместе с ними применять перекрестные выключатели, то можно сделать схему управления освещением с трех и более мест. По одиночке проходные выключатели применяются редко. Об одиночном применении этих выключателей я запишу отдельный ролик. Подпишитесь на канал, чтоб его не пропустить. Проходной выключатель по внешнему виду почти не отличается от обычного. Обычно на его лицевой панели изображены стрелочки вверх-вниз. Плюс, в отличие от обычного одноклавишного выключателя, проходной выключатель имеет три контакта. Один вход и два выхода. Еще это может называться центральный контакт и два боковых. Обычно на задней панели выключателя нарисована схема его работы. Вход, он же центральный контакт, обычно обозначается стрелкой внутрь или буквой L. Выходы, а ниже боковые контакты, обозначаются стрелкой вне или цифрами 1 и 2. Как видите, расположение выводов на проходном выключателе может сильно отличаться в зависимости от марки. Но не всегда на проходном выключателе нарисована его схема. Тогда его следует прозвонить. Условно обозначим контакты выключателя 1, 2, 3. Включаем мультиметр в режим прозвонки, как показано на слайде. При начальном положении клавиши находим, какие два контакта выключателя замкнуты. Положим, у нас замкнуты контакты 1 и 2. Центральным будет один из этих контактов. Переключаем клавишу. Допустим, у нас замкнуты оказались 1 и 3. Значит, общим контактом является контакт 1. Если у нас оказались замкнуты 2 и 3, то центральным контактом будет второй контакт. Два остальных контакта будут боковыми или выходами. На слайде вы видите стандартную схему подключения проходных выключателей. Она хороша для понимания, как работает схема управления освещением с двух мест. Но на практике обычно применяются модифицированные схемы подключения проходных выключателей, так как монтаж проводки одножильным кабелем применяется редко. Ссылки на видео по модифицированным схемам вы можете найти в описании. Рассмотрим работу схемы. Фаза подается на центральный контакт первого проходного выключателя. С выключателя фаза подается на синий провод, с которого она поступает на второй выключатель, где она прерывается. В результате тока в цепи нет и лампа не горит. Переключим первый проходной выключатель. Теперь фаза с первого выключателя поступает на зеленый провод, с которого она поступает на второй проходной выключатель. Фаза через центральный контакт поступает на светильник. В результате через выключатели светильник в нулевой провод пойдет ток и светильник включится. Переключим второй проходной выключатель. В результате поступившая фаза по зеленому проводу на второй проходной выключатель прервется. Тока в цепи не будет и лампа выключится. Опять переключим первый проходной выключатель. Фаза подается на центральный контакт первого проходного выключателя. С выключателя фаза подается на синий провод. Откуда она поступит на второй выключатель? Фаза через центральный контакт поступает на светильник. с цепи пойдет ток и лампа загорится. Данная схема удобна, чтобы понять, как работают проходные выключатели. Но вы все же можете ее реализовать, если в данном случае такая схема удобна. Основное применение проходных выключателей. Во-первых, это длинные коридоры. Когда входим коридор, включаем свет. Когда выходим, выключаем в том месте, где выходим. Во-вторых, лестничные марши. На разных этажах мы можем включить и выключить свет на лестнице. В-третьих, освещение во дворе дома. При проходе в баню или в гараж в темное время суток мы можем управлять освещением на улице. В-четвертых, управление с кровати и входа в спальню. Это нужно, чтобы выключать свет в спальне возле кровати, когда ложишься спать. В-пятых, это управление освещением с двух сторон кровати. Делается это для того, чтобы супруг или супруга могли выключить свет, не будя друг друга. В-шестых, переключение местного освещения и общего. Можно, не вставая из-за стола, выключить люстру и пользоваться только настольной лампой. В-седьмых, более одного входа в помещение. До сих пор существуют проходные комнаты. Тогда удобны такие выключатели возле каждой двери. Функции проходного выключателя можно реализовать и с помощью электроники. Но применение проходных выключателей обладает существенными преимуществами. Во-первых, это экономия энергии. Проходные выключатели не имеют электронных схем, которым нужно питание. Во-вторых, это комфортное управление освещением. Можно выполнять управление освещением хоть с 10 мест. В-третьих, это большая надежность. Выключатели не имеют электроники и минимальное количество механики. Вероятность выхода из строя минимальна. В-четвертых, это быстрое срабатывание. Свет переключается сразу после срабатывания переключателя. Электронные схемы могут иметь задержку. В-пятых, это низкая себестоимость. Проходной выключатель стоит не намного дороже, чем обычный одноклавишный выключатель. В-шестых, простая установка. Установить может любой человек, который знаком с электрикой. Знание электроники не требуется. В-седьмых, это отсутствие сложных настроек. Требуется только правильно подключить проходные выключатели. В следующих видео на канале я разберу нестандартную схему подключения проходных выключателей. Подпишитесь, чтобы это не пропустить. В комментариях пишите свои вопросы по этому видео и предложения по будущим роликам. Поддержите канал лайком и до встречи в новых видео.